О несомненной пользе и практической полезности изучения иностранных языков. Или Do you speak English? Галина Павловна Короткова блистала, блистала всегда и везде. Невеликого, правда, росточка, но грациозная и неимоверно обаятельная. Она умела любую роль выстроить так, что зрители приходили неистовства от столь очевидного мастерства и глубины актерской игры галюни. Как любовно называли Галину Павловну, поклонники и обожатели. Впрочем, и друзья-товарищи-артисты тоже любили и уважали галочку. Молчонка Галюсю. Короче, была Галина Павловна поистине душой творческого коллектива. Так вот, первые гастроли театра в Лондоне были организованы очень хорошо. Артистов поселили в роскошных номерах гостиницы прямо напротив театра, в котором, собственно, и должны были состояться спектакли. Зайдя в номер, Галина Павловна чуть не взвизгнула от неожиданной радости. Из окна номера открывался удивительный вид. Создание прямо напротив, через дорогу, на Галину Павловну смотрела с огромного плаката Сама Галина Павловна в одной из своих знаменитых ролей. Что-то под портретом еще было написано, но что рассмотреть было сложновато. Да и с английским языком тоже сложновато. Ух ты! Пронеслось в немножко даже закружившейся от всемирной славы голове. Вот это да! И в Англии меня знают! Это не просто здорово! Это супер, как здорово! И Галина Павловна решила, что не будет отныне закрывать окна шторами, дабы иметь возможность любоваться своим триумфом в любой момент и демонстрировать его дорогим гостям, будет так и объявиться. Но ведь не могут же не объявиться, раз такая популярность вырисовывается. А интересно, много ли у меня здесь поклонников? Хорошо бы, чтобы много было. Веселые получатся гастроли! Саша! Выглянув в коридор, негромко позвала она. — Саша! — Да, — донеслось из-за соседней приоткрытой двери. — Сашенька, напомните мне, пожалуйста, во сколько нас собирают? — Через час в четырнадцать тридцать в театре, Галюнечка, потом в шестнадцать обед там же. — Как? — В театре. — А где театр? Нас повезут или как? — Галюнечка! Мы живем прямо напротив театра. Видите в окно вашу афишу? Это он и есть театр. Из гостиницы выходите направо, потом переходите улицу, и с правой стороны здания театра — служебный вход. Там внизу в фойе общий сбор. — А-а-а! Немного разочарованно отозвалась Галина Павловна. — А я думала. Не договорив, о чем же она думала, Галина Павловна скрылась в своем номере, немного о чем-то только ей ведомом поразмышляла, хмыкнула, пожала плечами и принялась раскладывать вещи. Разложив их, она немного полюбовалась видом из окна и своим портретом. Собиралась было еще немного полюбоваться, но вспомнила, что забыла заняться лицом. Извлекла из чемодана косметичку и устремилась в ванную комнату, где немедленно занялась губами, бровями, глазами и всем остальным, чем желала заняться. В тот момент, когда уже почти все было готово, Галина Павловна взглянула на часы и... Боже! Хорошие женские золотые часы показывали 14 часов и целых 20 минут! — Сашенька! — выглянув в коридор, провозгласила Галина Павловна. Дверь соседнего номера была закрыта, и на повторный призыв никто не откликнулся. — Ну, я тебе задам! — произнесла с раздражением Галина Павловна, вернулась в номер, прихватила сумочку, но прежде чем покинуть номер, все-таки бросила взгляд на вид из окна. И показалось Галине Павловне, что портрет на противоположном здании театра как-то ехидно ей улыбается. Впрочем, вероятно, был виноват сквозняк, ну, так не кстати колыхнувший занавески. Ни о чем больше не думая, кроме как о том, чтобы успеть вовремя, Галина Павловна заперла номер, ключ сунула в сумочку и устремилась к выходу, надеясь успеть добежать до театра минуты за три. И так Галина Павловна оказалась на шумной английской улице и немедленно повернула вправо, как велел Саша. Ну, проще паренной репы. Театр же, напротив. Заблудиться при таких условиях было очень сложно, почти невозможно. Но при известном усилии оказалось, что все-таки можно. Что она немедленно и сделала. Заволновалась, пометалась туда, сюда, дорогу перешла, потом зачем-то обратно перешла и еще раз перешла. И вот тогда уже окончательно поняла, что заблудилась и аж похолодела от ужаса. А как тут не заблудиться, если кругом английские люди? Море машин, реклама в глазах мельтешит, думать мешает. Надписи кругом, которые в школьном английском не изучались. А если даже изучались, то давно оканули в закрома памяти. Подняла Галина Павловна глаза к небу, пытаясь разглядеть свой портрет на здании театра. Но ровным счетом ничего не разглядела. Потому что стояла как раз под ним. Ей бы повернуться, да оглядеться как следует. Но столь простая мысль никак не хотела залетать в затуманенную ужасом головку. А что мелькало в этот момент в этой самой головке, не может описать никто. Да никто и не знает. Уже совершенно отчаявшаяся и готовая буквально разреветься от ужаса, Галина Павловна вдруг увидела среди толпы чужих английских людей того, кто без сомнения поможет, того, кто спасет и доставит по нужному адресу высокого, подтянутого, бежливого, английского, полицейского. Немедленно ринувшись к нему, Галина Павловна лихорадочно покопалась в своей памяти, извлекла из нее все то немногое, что еще осталось от английского школьного языка, сделала соответствующую паузу, чтобы перевести дух, и почему-то тоном учительницы младших классов все это немногое и сказала строго. «Do you speak English?» Высокий, вежливый, подтянутый английский полицейский, немного удивившись, посмотрел на странную, строгую, невысокую даму, улыбнулся и очень вежливо ответил «Yes, I do». Субтитры создавал DimaTorzok